На этом столе 310 тысяч рублей. И все они фальшивые. Расплачивались ими в кондитерских магазинах. И продавцы обратили внимание, что эти красные купюры могут оказаться фальшивыми. Такими деньгами расплачивались ребята, которые покупали только булочку и кофе с собой. Приметы подозрительных покупателей передали в полицию. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМД России и Паризанской области при содействии сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции По информации местных жителей, залежали двоих подозреваемых в сбытии поддельных пятитысячных купюр. 62 купюры изготовили двое москвичей 21 и 27 лет. В Рязань они приехали как раз с целью их сбыта. Познакомились ребята в местах не столь отдаленных. Один сидел за кражу, другой как раз за фальшивомонечество. Там они и договорились, что как выйдут, то организуют свой бизнес. Работу бизнеса пресекла полиция. За что задержаны? Статья 186, часть 1, фальшивомонечество. У меня куча была пятитысячных купюр. Ранее судима? Да. В какой статье? За то же самое, 186, часть 1. Москвичи сбыли только 8 купюр, 3 через кондитерские и на 5 купили смартфон через объявление. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кода с Российской Федерацией о сбытии и хранении в целях сбыта поддельных денег, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас оперативники выясняют происхождение поддельных банкнот и все звенья цепи их реализации. Валерий Седов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok